Так, как и обещалось сегодня, я буду делать, так, где он у меня, вот этот вот, наставим вам звук, стартуем, то есть вот здесь вы будете видеть, какие кнопки нажимаю, так, вот здесь я сейчас нажимаю Shift-A, беру Plane, и с помощью S тяну его до определенного момента, вот так, допустим, мы с вами гору сейчас будем делать, я же обещал, и мне она нужна для будущего, вообще у меня большие планы, так, хорошо, это мы растянули, ну, а теперь давайте нажмем 7, вот так, зайдем в Subdivide, мне свет не нужен здесь сейчас, и камера не нужна, он тут мешаться будет, так, ну, и, так, если мы нажмем, не надо найти Subdivide, чтобы разделить это, для чего перейти в объект редактирования, конечно, так, перешли в объект редактирования, теперь букву В нажали, ничего она вам не дала, да, ну, посмотрим, так, Subdivide, вот, Subdivide, 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 то есть мы его разбиваем на вот такие полигончики, чтобы побольше было, теперь мы, когда перешли опять в Edit Mode, мы можем с вами выделить несколько точек, допустим, вот эту точку, выделить вот эту, и перейти вот в нормальный режим, чтобы видеть, что происходит, нажимаем G, нажимаем 0, и начинаем, э, что-то тут не так, ребят, подождите, нажимаем G, да, получаем, вот, так, вот такие горы получили, да, а 0 нам зачем, ну, не нужно 0 совершенно, только еще раз, сейчас потянем опять G, нажимаем, ну, вот, так, допустим по Z, да, по Z пока просто вот так, раз, Z, а, Z может сработать, может, мне не нравится, что они какие-то такие треугольные получились, я думаю, что это зависит от, вот, на G мы когда нажимаем, у нас получается, ну, да, стоп, 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 нажимаем на G, и у нас должен быть, куда я делал этот кружочек, ребят, я не пойму, нет, все не так, все не так и не то, так, ну-ка, почему-то я не вижу теперь, так, нет, надо так, чтобы эти были большие, как бы, они маловато захватывают, понимаете, вот еще мне волнует, так, что-то здесь немножечко не так и я не могу, как бы, какая-то кнопка не нажата, вот ее кипалке, это понятно, что мы так поднимем, мне хотел захватывать больше вершин, чем вот это вот, ну, сейчас глянем, короче говоря, что надо сделать, надо взять вот точки выбрать, да, вот так, допустим, вот в таком, вот на таком расстоянии, потом нажать вот этот, пропорциональный там, эдитинг, да, и вот тогда, когда G мы нажмем, у нее появляется круг, она спрашивает, на каком у нас должно быть, и мы это сами определяем, то есть вот так, смотрите, или вот так будем тянуть, да, горы, вот, или вот так будем тянуть, ну, давайте так вот, мне это нравится, теперь, если мы нажмем на G и Z, мы эту гору можем немножко уменьшить и так далее, то есть сейчас у нас айсберги получились, ребят, я забыл нажать этот, в какую сторону-то его тянуть, так, ладно, сейчас, еще раз, вот он у нас пропорциональный дитинг включен, G включено, и мы пошли, так, если я Z включу, то они пойдут вверх, ну, вот, вот это другое дело, вот это другое дело, вот, то есть это вот хорошая практика, я вам скажу, так, а теперь мы можем, конечно, взять любую, и, скажем так, G и Z, и опускать ее там, или расширять, и где-то, вот, допустим, я думаю, что вот здесь мы можем ее вот так, любую кнопочку, вот эту, вернее, пимпочку, точечку, мы можем теперь поднимать так, как нам надо, делать перевалы какие-то, да, вот я тут смотрю. Ну, меня больше интересует немножко другое, так, теперь как сделать нам, ну, что они не похожи друг на друга, я понимаю, как это сделать, то есть, чем больше мы будем заниматься вот этими делами, так, тем больше будет полигонов, если мы хотим, сад девайс можем применить, но пока вот так, ребят, пока вот так, пока я хочу издалека вот так, горы, да, немножко, ну-ка, и вот так, допустим, тоже, и по Z поднимать, вот, вот так, а то как альпинисты будут на такую гору забираться, правильно? то же самое здесь, так, и здесь, вот, тут тоже такую горную вершину нам как бы не надо, наверное, опустим ее вниз, хорошо, вот что-то мы уже такое нагорел, это мне уже нравится, ну, ребят, что так вот горы никогда не обрываются, понятно, да, поэтому я вам предлагаю, оставаясь вот в этом, оставаясь в этом режиме, да, немножко поиграть с этими, так, вот, допустим, да, так, тут зависит от круга, какой у нас круг будет, можем поменьше сделать, так, и тогда у нас как бы не будет такого, что в Гайсере мы нажимаем, да, у нас не будет такого, что мы прям, горы начали у нас появляться, я не знаю, с чего, земли выпрыгнули, и все, да, так не бывает, это понятно, так, дорогие друзья, давайте мы тебе наши горы-то как-то раскрасим, ну, пусть так, это, знаете, по-быстрому, без всяких заворотов, вот, возьмем материал, вот здесь, да, открыт он, вот тут я нажал, и открылись материалы, теперь я назову этот материал, допустим, зеленый, да, зеленый материал, вот, выделю его, вернее, он выделен, и теперь я сделаю зеленый цвет, вот такой, вот, допустим, вот такой цвет, чуть потемнее его сделаю, вот так, пожелтеем, может быть, вот такой я сделал цвет и применю, опс, асизм, хорошо, теперь мы давайте с вами сделаем еще один цвет, назовем его, допустим, города, вон, по-моему, так называется, не знаю, ну, на всякий случай, так, и применим цвет такой, какой-то вот коричневатый такой, вот такой, вот, может быть, и мне, конечно, сделать, уберем вот эти вещи, нам сейчас не надо спекуляр, не надо, в грине тоже уберем, быстрее рендерится будет, зачем нам отражение, нам не нужно отражение, и нам надо верхушки, верхушки сделать, сейчас назовем их айс, то есть лед, да, как будто, ну, пускай такие вершины будут, да, и применим к нему такой немножко голубой сюда, да, ну, так, вот так, вот, ну, вот так, к примеру, я думаю. Так, теперь нам надо выделить эти вершины, вот, мы с вами сейчас пойдем в layout, вот, повернем по однерке на пэде, на пэде, да, и выделим вот эти вот, раз, выделили, вернулись, шейдинг, и видим, что дофига выделили, так, поэтому мы здесь можем, конечно, спокойно это нажав, Ctrl, убрать, что нам не нужно, допустим, вот это нам не нужно здесь, да, так, сделаем, как бы, у нас выходят горы за, вот, тут вот, ну, это тоже на любителя, ребят, тут можно так же, вот так сделать, так сделать, чтобы у нас как-то похоже было, зеленые островки небольшие, в то же время, так, вот мы это выделили, пошли, ребят, вот, шейдинг, и скажем, что нам нужно, вот, коричневый применить к нему, так, а он применился, нет? Вот, нажали, вот этот самый, Asigen, он применился, хорошо, далее мы с вами пойдем уже здесь, просто, вот, выделим, вот эти вершинки, такие, да, как бы, где у нас будет тот самый Айс, много не надо, вот так, так, там, где-то еще, может быть, на самой вершине, вот тут, да, вот, и тоже мы можем сказать, что это у нас, вот это уже Айс, и применить его, все, теперь мы можем пойти опять в свой Кли-Аут, посмотреть, как у нас это выглядит, ну, выглядит вполне прилично, так, поставить сюда камеру, где у нас камера, мы с вами, вы знаете, что все, тренируемся, тренируемся, так, объект модус, камера, view, в камере скажем, что нам надо, чтобы она через камеру управлялась, наша картинка, и нажмем 0, вот, и видим, что она там большая слишком, но мы сейчас ее сделаем, как бы, вот так сделаем, да, подвинем, как нам надо, вот, нам это не суть была важна, как она это будет сейчас, может, было все зеленое сделать, или там небо какое-то сделать, потому что у нас в небе это все будет висеть, но вот этого нам вполне с вами достаточно, для того, чтобы, к примеру, пойти, сначала мы пойдем, давайте мы без вот этого фона сделаем, да, давайте мы без фона сделаем, сделаем мы это просто, мы зайдем сюда, потом в фильм, вот оно, и скажем, что у нас транспарентная будет эта штука, вот там, вот, сюда, и теперь нажмем F12, и ждем, почему так получилось? Света нет, ребят, вообще нет никакого света, так тоже нельзя, да, поэтому давайте, по-моему, свет, амбит, оклюжен сделаем, и добавим какую-нибудь лампочку сверху, а то и солнце, вот, давайте сегодня солнце поставим, посмотрим, как это будет выглядеть, да, так, то есть мы опять задаем, идем в лампочки, где-то тут лампочка, и скажем, что нам нужно солнце, солнце, какое солнце в вышине, так, и что, F12 будет что-то, да, рассвет, рассвет вручную, солнце вручную, нет, я пока не умею с солнцем, как бы, или-то, управлять, поэтому я просто сделаю сейчас спаунт, поинт, так, еще раз, где у нас поинт, вот он, вот так, да, и за счет буквы ГИ мы его поднимем, а за счет, где у нас лампочка, вот она, за счет того, что мы ему ватт добавим, он у нас должен хорошо светить, вот так, допустим, да, только еще, и мы можем ему сделать радиус побольше, вот так, и теперь посмотрим, что будет, F12, вот, с этой стороны она светилась, ну, я говорю, что нам это сейчас не важно, ребят, нам не важно, почему, потому что освещаться будет вся сцена, как бы, и мне сейчас не до этого, по большому счету, мне сейчас не до этого, как она там освещается, просто для себя чуть-чуть, да, вот, сейчас сделаю, вон, 2000 ватт, и посмотрим, что он скажет, вот, видите, если, допустим, сделать две, вот так, код ЛД, и отодвинуть сюда, ну, и будет две, вот, видите, уже у нас, как бы, осветилось то, что нам нужно, все, на этом заканчиваем, потому что есть совершенно другие вещи, представьте себе, мы тут уже можем растаять наши елки, деревья и так далее, но нам нужен будет зверь сюда, а то и два, поэтому в следующих занятиях наших блендером мы будем учиться делать полигональных зверей, готовьтесь.